Итак, в Псалме 109.1.5 говорится очень интересно. Сказал Господь Господу моему. Сиди, одеснуя меня, доколе положу врагов Твоих в подножье ног Твоих. Жезл силы Твоей пошлет Господь Сиона. Господствуй среди врагов Твоих. В день силы Твоей народ Твой готов в благоволепии святыни. Из чрева, прежде деницы, подобно Росе, рождение Твое. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Милхиседека. Господь одеснуя Тебя. Он в день гнева Своего поразит царей. Вы знаете, вот читаю этот Псалом. И думаю, а ведь все-таки, Давид, какой пророк был. Как он пророчествовал? Я не знаю, насколько он это все осознавал и понимал. Но он пророчествовал об Иисусе Христе. И его пророчества наполнены тайнами. И вот давайте мы сейчас рассмотрим то, что он сказал, что как про Иисуса Христа, про Сына Божьего. Что он родился еще до зари, до появления зари. Потому что деньница — это утренняя звезда, вообще в переводе. Утренняя звезда. Начало дня. Заря. И такое старое слово «заряница». И вот Давид пророчествует о рождении Сына Божьего. И сопоставляет его с росой. Почему? Потому что роса всегда появляется до того, как придет солнышко. Потому что роса всегда появляется до того, как придет солнышко. То есть до появления деньницы. И Сын Божий родился прежде зари мироздания. Прежде всего. Так как о Нем и свидетельствуется, что Он первый, и Он свет. Свет истины. И как о Нем пророчествует Иоанн. 1, 9, 10. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через Него начал быть. И мир Его не познал. И так Сын Божий был рожден прежде всего. И Давид говорит, что Он произрожден из чрева Отца. Из внутренности Отца. То есть вот этот Свет, этот Сын Божий, вышел из Отца. И этим все создавалось. Если это так, ну а мы верим, что это так. И Сын Первый, Сын Божий Первый. Из всех Божьих созданий все создавалось. Тогда выходит вопрос. Кто же такой Мелхиседек? Потому что сказано, что по чину Мелхиседека он будет назван. Кто же Он такой? Получается, что Он обладатель высшего звания, чем Сын Божий. Потому что этот статус Ему дается. Как что-то большее, чем Он имел. Как награду. Но есть ли что-то выше Сына Божьего? Кто выше Сына Божьего? Только Бог Отец. Что же получается? Вот и выходит, что Мелхиседек Мелхиседек — это кто? В первую очередь, это статус Бога. Самого Бога. Это одно из ипостасей Его. Можно сказать, одно из граней Его. Характеристик. Одно из Его имен. Понимаете? И вот описывается в послании к евреям о Мелхиседеке. И там говорится как о безначальном. А что такое безначальный? Вечный, безначальный. Очень интересно описывает он это. Вечно сущий. И он так интересно, говорит Павел, что об этом можно было бы говорить еще больше, но не способны слышать. Вот давайте мы прочитаем с вами это интересное место. Евреям 5, 8, 14. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». «Быв наречен от Бога, быв назван от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». «Осен надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать». «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего». «И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущий Слове Правды». «Потому что он младенец». «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к разделению добра и зла». Как мы привыкли говорить, что послание к евреям написал Павел, но вообще-то это сомнительно, не знают, кто написал. «Ну, мы привыкли говорить Павел, потому что больше склоняются к этому мнению». «Итак, автор этого послания говорит, что не способны слышать. Надо об этом говорить много». То есть, об этой личности можно говорить очень много, настолько она загадочно и интересна. «И о Сыне Человеческом говорится, что Он вошел в это призвание». Ещё одно интересное место, что Сын Человеческий первым зашел за завесу, как первосвященник. Почему? Потому что получил вот это звание, Мелхиседек. Евреям 6.20. Написано, это про завесу говорится, «Куда притечу за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». «Сделавшись». Знаете, мне иногда очень интересно обратиться к другим переводам, вот к греческому, например. Он ещё немножечко дословнее переводит. Где говорится, «Куда предшественником за нас вошел Иисус по чину Мелхиседека, первосвященником, сделавшись вовек». То есть нам вот это слово «сделавшись» подсказывает, что Он получил этот чин, не родился с этим чином. «Он восхитил от отца этот чин». И вот Аврам встретился с Мелхиседеком и вы знаете, что Он отделил десятину ему из всего, что Он приобрёл, написано «из всего», что Он приобрёл в сражении с царями между речием. Сейчас я немножечко как бы отвлекусь для того, чтобы поговорить о том, как глубина духовного смысла вот этой битвы была, очень интересная. И что же там происходило? Какую битву вёл вот этот сначала царь, а потом Аврам? Мы с вами, когда читаем, мы как бы исторические факты с вами читаем. Вот такие-то цари были, вот тогда-то они сразились, этих победили. Но хочется посмотреть, что? Потому что эта книга духовна. И не столько там исторические факты, хотя они существуют, сколько Бог хочет нам говорить что-то, понимаете, через всё это. И там мы посмотрим. 14 глава Бытия начинается с Описанием. Вот этих сраженец ханаанских царей с междуречия, с царями из междуречия. Амрафел, царь Синарский. Я хочу имена говорить, я потом объясню вам. Ариох, царь Еларский. Кедрламер, царь Еламский. Чедрламер, king of Илам. Фидал, царь Гаимский. То есть, языческий. Они пошли войной на царей ханаанских. За что? Потому что ханаанские цари 12 лет находились у них как бы в порабощении. И вдруг восстали на 13-й год. И не захотели быть под их игом. И тогда эти цари объединились и пошли на ханаанских царей войной, чтобы опять их поработить. И вот пять царей ханаанских вышли сражаться. Это Бера, царь Содомский. Берши, царь Гоморский. Шинав, царь Адмы. Шемевер, царь Сиваимский. Бела, царь Сегора. Города такого. Из Содомских городов. Но что произошло? Если вы помните Библию, что произошло? Пять царей проиграли. То есть вот эти цари ханаанские проиграли. Их всех поработили те цари. Имущество забрали в плен. И Лота забрали. Помните, потому что Лот жил в Содоме. Авраам, когда узнал о том, что взяли его племянника, пошел сражаться с этими царями. Царями между речи, которые победили пятерых царей. Содомских. И вы знаете, когда Бог с нами, кто против нас? И Авраам забрал все награбленное теми царями. И всех людей, которые были уведены в плен. И вот возвращаясь с этой битвы, победителем, он встречается с этим Мелхиседеком. Который вышел к нему с хлебом и вином. Я вам немножко рассказал историю, потому что, может, кто-то немножко подзабыл. А теперь мы посмотрим, что на самом деле происходило духовно. Потому что все это образы. И поэтому мне хочется рассмотреть, что это были за цари. Как это можно понять и отнести к нам? Вот посмотрите цари Междуречия. Начнем с них. Вы разбирайтесь, что цари Междуречия захотели захватить царей Ханаанских, да? Ну, Междуречия. Очень интересные имена. Как имена говорят о многом. Итак, Амрафел. Различающие слова. Сейчас я вам потом объясню. Как это было. Странное имя. Орех. Поражающий льво. Слaying the lion. Кедр-Лаомер. Очень тяжелое имя. Кедр-Лаомер. Живущий для господства. Возвышение. Living for dominion and exaltation. Фидал. Познающий высоты. Это были цари Междуречия. Теперь посмотрите Ханаанских именам. Бера. Пребывающий во зле. Шинаф. Ненавидящий отца. Хорошие имена. Бела. Поглотитель. Шимебер. Превозмогающий имя. Берша. Пребывающий в нечестии. От хорошие имена у Ханаанских. Царей были, да? От кинь. Ой. Как много говорят сами имена. Они просто раскрывают нам символику. Что происходит интересное в духовной сфере, когда вот это, как оно касается нас. фактически, вот эти Ханаанские цари, их имена свидетельствуют о чем? О падшем человеке. Это то, что унаследовал человека. Вот эти все качества живут в грешном человеке. Понимаете? Все приобретенное дьявола. Я сейчас буду вам немножечко объяснять. Вот смотрите, Бера. Стремление к козлу, это пребывающий во зле, это стремление к козлу, человеке. Шинав. Ненависть к своим истокам, то есть к безбожьям. Божье, истоки нашего Господа. Ненависть. Ненависть к Отцу, к Богу. Бела. Поглотитель имя, да? Что символизирует? Полное поглощение духовной жизни, духовной сущности плотским. Плотскими страстями, похотями. Шемевер. Как написано? Превозмогающее имя. Какое у нас имя, человек от Господа. Посмотрите, превозмогающее имя, это что значит? Своё призвание попирает. Противление своему призванию. Это в сущности, как бы вы боги, но умрёте как человеки. Берша. Пребывающий в нечестии. То есть оправдывающий всякой нечестии. Не имеющий раскаяния. Грешит и доволен собой. Как Павел говорил, это такие непокорные Богу, да? Противники всякой правде. Вот это ханаанские цари. Можно сказать, это пять качеств, какие присутствуют в грешном человеке, противящемся всему святому. Вот почему Бог изгонял эти народы с земли обитованной. Человек с такими качествами не наследует спасения, в землю обитованную не войдёт. А теперь посмотреть имена междуречия царей. Я вам скажу, если те качества свидетельствовали о плотских грехах и похоти, то междуречия царей имена говорят о душевной жизни человека. Амрафель различающий слова это разум человека. Орёх поражающий львов это воля человека, сражающаяся с трастями и похотями. Кедор Лаомер живущий для господства это власть разума и сознания. Фидал познающий высоты. То есть стремление к познанию духовного. Это, мои дорогие, что душа человека. Я хочу рассмотреть ещё один интересный факт. Так как мы читаем Библию, всё-таки это еврейский народ, это та культура. То сюда хочется применить ещё одну. У них существует, у евреев существует такой закон. Мальчикам 13 лет, а девочкам 12 лет считается совершеннолетие. И празднуется бар-митсва, бат-митсва. Они становятся после этого ответственны за свои поступки. Но этого нет. Что мы с вами вначале сказали? 12 лет они были в порабощении, на 13-й год они решили освободиться. То есть, смотрите, душевная жизнь человека начинает сражаться с плотской. Когда? Когда он приходит в себя. совершеннолетним в духе хочется сказать. Начинает сражаться, противиться. Плоть ещё хочет одолевать, но цари междуречия победили. То есть, душевная победила плотское. Душа взяла верх над плотью, стала контролировать плотью. На этом битва закончилась. Это тоже не очень хорошо. Появляется Авраам, который пошёл войной на вот это душевное. Что такое Авраам? Это отец веры. Символ веры. Вера восстала. Понимаете? И вот это всё душевное он покорил в себе. То есть, вера покорила себе и душевное и плотское всё. Вера всё покоряет. И вот когда он всё покорил, тогда встретился ему Бог. Бог вышел навстречу. Собственно, это наша жизнь. Это жизнь наша. Когда мы покоряем плоть, покоряем душу, покоряем всё покоряем духу, всё покоряем вере. мы можем встретиться с нашим первосвященником, с нашим Господом. То есть, идёт прямое указание ещё на то, что вышел к нему царь Мелхиседек как первосвященник с вином и хлебом. Бог показывает, что без жертвы ничего нельзя. Если покорите душу, покорите плоть, без жертвы ничего нельзя. Всё через жертву Христа, и он символически приносит тело и кровь Христа, символически. вот это всё смысл духовный происходящего. Итак, мы видим, что навстречу Аврааму выходит Мелхиседек. Мелхиседек был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал Благословен Авраам от Бога Всевышнего Владыки Неба и Земли и благословен Бог Всевышний который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Вы знаете, к этой загадочной личности мы немножечко позже вернёмся. Я хочу вам ещё одну вещь показать. Из этого же отрывка очень интересная что не только он вышел навстречу как привычно мы говорим вышел Мелхиседек мы все об этом говорим. Но навстречу Аврааму вышел ещё и царь Содомский в 14-17 когда он возвращался после поражения Кедр-Лаамера и царей бывших с ним царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве что ныне долина царская и Бытие 14-21-24 зачем он вышел я прочитаю и сказал царь Содомский Аврааму отдай мне людей и имение возьми себе но Авраам сказал царю Содомскому поднимай руку мою Господу Богу Всевышнему владыки неба и земли что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего чтобы ты не сказал я обогатил Авраама кроме того что съели отроки и кроме доли принадлежащей людям которые ходили со мной пусть возьмут свою долю что это значит если мы все это духовно рассматривали что это значит вот мы уже победили верой и плоть и душу и кто выходит нам навстречу сатана он всегда будет выходить так же искушение никогда не прекратится даже тогда когда ты встретишься с господом искуситель все равно придет и зачем пришел он за своим если вы что-то оставите от него от него у себя он придет за своим это мой народ я пришел понимаете для нас это означает что надо избавляться от всего что ему когда-то принадлежало от всякой духовной зависимости как чудно сказал Иисус вот идет князь мира и не имеет во мне ничего а если он пришел и увидел в тебе свое то от чего ты не хотел избавиться а подумал что это все-таки такое хорошее удовольствие или еще что-то может это кажется тебе твоим богатством обогащением нажить приобретенным в Содоме что тебя прельщает все выконьте все отдайте освободитесь это будет востребовано то что осталось от Содома будет востребовано можете себе представить если бы Абрам не отдал ему вот этот Содомский народ и привел его в свой стан что стало бы со станом Адама какой он умница он отдал все даже веревочки от тебя не хочу ничего от него не хочу я вам скажу немножко отвлекаясь когда я начала свой путь духовный и мне стали давать от Господа откровения я сразу сказал но это видно Дух мой даже если будут величайшие откровения от дьявола я отрекаюсь я от него ничего не прямой не хочу не хочу славы не хочу знаний таких то что даст мне Господь это будет ценно потому что я поняла и видела примеры как некоторые лишь бы дали откровения лишь бы пророчествовать от кого от какого духа это уже не важно и так царь Салима Мелхиседек предложил Авраму хлеб и вино вы знаете что это символика да что это говорит о том что он предложил преломление давайте почитаем с вами очень интересно евреям 7 1 4 вообще евреям столько откровений ибо Мелхиседек царь Салима священник Бога Всевышнего тот который встретил Авраама и благословил его возвращающего после сражения царей которому и десятину отделил Авраам от всего во первых по знаменованию имени царь правды а потом и царь Салима то есть царь мира без отца без матери без родословия не имеющий ни начала дней ни конца уподобляясь Сыну Божьему пребывая священником навсегда видите как велик тот которому и Авраам патриарх дал десятину из лучших добычи своей достаточно хорошо сказано мне хочется еще немножечко из перевода греческого дословного добавить потому что сам Мелхиседек царь Салима священник Бога Всевышнего встретивший Авраама возвращающегося после уничтожения царей и благословивший его которому даже десятую часть от всего отделил Авраам во-первых по истолкованию царь праведности там говорится царь правды но здесь еще царь праведности вслед за тем же и царь Салима то есть царь безмятежности без отца без матери без родословия ни начала дней ни жизни конца не имеющий уподобившись же сыну Бога пребывает священником навсегда вы знаете как пишется к евреям в послании ни один человек не может быть священником или первосвященником навсегда их кончается вместе со смертью кончается их священство здесь же говорится что он священник навсегда это очень интересно хотя левина священства все имеет предел но говорится что он священник Бога Всевышнего и у него нет ни начала ни конца нет родословия но о ком же это говорится у кого нет ни начала ни конца даже у Иисуса есть начало у сына Божьего есть начало безначальный только Бог отец многие думают может это Иисус может быть у него есть начало тут говорится безначальный конечно же сам Бог у него нет родословия у него нет матери отца он царь праведности он царь шалома он царь мира и не говорится что не знают его матери не знают отца просто неизвестно ну могли бы написать неизвестно но тут так четко сказано не имеющих не не знаем не имеющих ни начало дней ни жизни ни конца не имеющих еще одна важная деталь о нем что говорится это то что он уподобляясь сыну Божьему это не сын Божий уподобляясь я думаю это очень важное слово правда как об Иисусе говорится филиппийцам 2.7 что он уничижил себя самого приняв образ раба сделавшись подобным человеком и по виду сталкаться подобным понимаете уподобился он опустошил как греческом себя внешность раба приняв в подобии людей оказался когда мы видим уподобился значит не сам есть уподобился и из этого мы можем сделать вывод что Мелхиседек которого встретил Авраам Бог-отец который уподобился который себя явил в образе Сына Божьего явил себя в образе этого а на самом деле это Бог-отец и был он принял образ Сына Божьего мы с вами знаем что однажды такое было когда Авраам когда Авраам встретился с тремя личностями помните те шли Содом разрушить он тоже в одном увидел Господа это один из образов Бог многообразно являлся помните и это один из образов и если еще говорить глубже об этом что произошло когда он принес хлеб и вино что произошло фактически он заключил завет с Авраамом как бы в будущем в Иисусе Христе внутри него это произошло если мы будем смотреть как говорится что именно в Аврааме Леви еще не родившийся принес десятину Мелхиседеку по этому же принципу мы еще не рожденные в нем приняли преломление причастия мы уже в Аврааме приняли причастие жертвы Христа все это произошло в образе как Сын Божий Он Отцом освящается Он священник Отца это удивительная личность но тогда он еще не мог явиться в плоти потому что плотище не родилось поэтому Отец явился в его образе и этот образ Сына он должен был восхитить когда пройдет эту жизнь это одна из ипостасей нашего Бога и так мы видим с вами что Он пришел в плоти как путник как царь и получил от Авраама десятую часть всего показано что Он настолько великий что Отец Веры поклонился Ему и так посмотрите очень интересное место есть еще про царя Мелхиседека говорится опять-таки пророчествует наш Давид очень интересно Псалом 39 7 как он много пророчествовал об Иисусе Христе даже о том что на небесах происходило он говорит жертвы и приношения ты не восхотел и говорит от лица Господа ты открыл мне уши вы знаете я интересовалась что значит ты открыл мне уши как-то мне совершенно непонятно я даже попросила чтобы Илюша прочитал на иврите посмотрели да там написано открыл мне уши и я молилась господи я хочу понять смысл ну как-то мне непонятно открыл уши и вы знаете я услышала то есть открыл свое намерение мне вот такие слова я услышала то есть там еще на небе Бог открыл свое намерение сыну своему чтобы он согласился на это пойти но вы знаете перевод семидесяти еще дополняет там говорится ты уготовил мне тело мне тоже этот перевод очень нравится и так он услышал он согласился господь приготовил ему тело то что ему было предназначено принять для того чтобы жертву совершить для того чтобы совершившись стать мелхиседеком вот и почину мелхиседека первосвященника почину царя праведности царя мира не только сын божий но он еще и первосвященник который отдал свою жизнь другие первосвященники приносили кровь козлов там баранов овец а он свою кровь принес и что самое интересное это абсолютное единство отца и сына когда он показал что он явился как мелхиседек и сын его является по чину мелхиседека это единство вы знаете что вот этот чин когда он приобрел здесь но он его имел еще когда там на небесах дочь создания мира когда он согласился он получил этот чин потому что он тогда уже был заклон но надо было чтобы это все прошло через землю чтобы совершившись он соделался немножко скажу так же как и мы мы многое имеем от Бога еще там обетование называем мы это но только совершившись мы сможем это получить и так это было его предназначение сына Божьего восхитить вот эту ипостась Отца поэтому 1 Петра 1.19.20 говорится что он драгоценный кровью Христа как непорочного чистого ангца предназначенного еще прежде создания мира но явившегося в последние времена для нас предназначил и о нем пророчествует Давид что он священник вовек подчин Мелхиседека когда пророчество еще Иисус не родился очень интересно не знаю вы не устали меня слушать и посмотрите так как он объединил в себе и небесное и земное как сын Божий сын человеческий то он стал вот этим первосвященником как сын человеческий понимаете что важно сыном Божьим он был но именно как сын человеческий он обрел вот это этот титул но мне хочется закончить словами Павла о всем надлежало бы нам говорить много но трудно истолковать потому что очень тяжело объяснять такие вещи духовные и тяжело воспринимать их но я хоть и поставил многоточие я уверена Бог будет дополнять так что на этом я сегодня закончил я думаю что то что вы услышали над этим надо еще рассуждать это нельзя просто так прослушать я вас благословляю на рассуждение давайте помолимся с вами я вас благословляю Субтитры подогнал «Симон»